Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Порт... Нужно в тот конец участка попасть... В игре абсолютно упоротая гамма, просто убогая, вот свет вроде яркий, но как только тень, вот ни ночь, ни тьма, тень, просто тень, нихера не видно. О-о-о-о, Сергей Носков, о-о-о, как всё плохо. Продолжение следует... Какое, блядь, многозначительное граффити от слова революция, отрезали R, получилась эволюция. Я даже не знаю, это граффити в поддержку или... или наоборот, как бы, против. Каждый ящик открывается, непонятно зачем. Вот каждый ящик вот этого говна можно открыть, а вот шкаф открыть нельзя. Тем более, что у меня есть ломик, который, казалось бы, только для этого и нужен, чтобы открывать вот такие вот, сука, дверцы. Ух ты, ёпта. Да, размеры карты, конечно, тут... Будь здоров. О-о-о, Семён Семёныч. Больничка здесь была, что ли? Это значит, самое время сделать пару памятных фоток. Ну, главный герой, как Скайли, возможно, обладает иммунитетом, поэтому можно походить. И к той бабке, говорят, можно было тоже зайти. Заметьте, что ничего, никакого воспоминания, никакого влияния на сюжет, это всё то, что он видит, не оказывает вообще. Может, стоило всё-таки сделать хоррор про зомби? Ёбаный в рот! Ну, это, блядь, просто невозможно было увидеть. Здесь, как бы, есть противогаз, такой, как метро 2033, но его нельзя брать. И он вообще, видимо, не нужен. Шкаф тоже нам не интересен. Кулер. Очень странно, что такой современный кулер встретился с такой скорой помощью, какая стоит на улице. Это просто невозможно. Назад в будущее. Ну, я и смотрю, что здесь то ещё назад в будущее. Аптечек у меня нет. Может, покончить с собой, но серьёзно, на кой хрен продолжать-то? С вами, блядь, на экране и так ничего особо видно не было. Теперь просто Марио какое-то конченное. То есть, моими врагами будут здесь всегда только ловушки. Что это такое? Это, как бы, больница. Здесь аптечка должна быть хоть какая-то, хоть одна. Мир начал сходить с ума, если подобное считали искусством. Это ты про вот это? Бумагоматерители. Бумагоматерители. Че-то, блядь, значит. Бумагоматерители. Да, чувак. У меня не открывается ничего, ни черта здесь. Окей. Вот. Вот, наверное, он про это говорил, что вот это дерьмо считали искусством. Потому что мир сошёл с ума. Я не сошёл с ума. Вополняем коллекцию, безумную коллекцию фоточек. Ну, что, аптечечка хоть у кого-нибудь есть. Снова трупешники повсюду, везде. Батарейки. Вставьте их себе, знаете-ка, удастся, батарейки. Мне лечиться нечем. Они мне суются, и саны, батарейки. Ну, смотрите, я вообще ничего не вижу уже. Ну, давайте батарейки вставим. Фонарь. Чего, лучше стало, а не стало. Почему? Да потому что, то, что здоровья нет. Зато у меня хавки до хера. А, хавка, хавочка немного лечит. Хавочка это и есть аптечка. Разновидность. Вот, сильная ахилка есть и слабая. Хавочка это слабая. Понятно. Ничего нужного, ничего интересного. Вообще ничего здесь нет. Тут, наверное, что-то прям вообще из ряда вон должно быть за этой дверью. Нет. Галерея трупов продолжается. Встань и иди. Сделай эту игру немножко лучше. Вот эти ящики внезапно перестали открываться. Хотя до этого он их осматривал. Он понял, что смысла смотреть туда нет просто, наверное. Трафаретное граффити увеличенное в размерах. Что мы тут ищем хоть, Серега? Кулер мастер? Или что? Естественно, ничего сломать нельзя, потому что никакой физики в игре нет. О, боже. Опа. Опытный, бля. Сталкер нах. Если что, здесь вообще везде все, блядь, закрыто. И все, и фонарик, походу, опять сел. Заебись. Серега сюда не пошел, предусмотрительно. Вау. Интересно, какой дурак тут вообще эти растяжки наставил? И для кого? И для чего? Блядь, там, наверное, такая ванища стоит. Просто пиздец. Главный герой не берет противогаз. Извращенец. Даже ребенок не впечатляет главного героя настолько, чтобы он... Ну, правильно, они все это видели, наверное. Круто. Тоже круто. Не, я просто не понимаю, нахуй вообще фотоаппарат в этой игре. Что надо фоткать, если не трупы? Причем про трупы это не я предложил. Кто-то в комментах написал, что того чувака в луже мертвого. Неплохо было бы... Сфоткать, наверное. Как видите, это все бессмысленно. Как и бессмысленно здесь ходить. Я просто сейчас нарвусь на бомбу. Я же не знаю, блядь, когда менять батарейки в этом фонаре. Куча трупов в одинаковых позах уже попалась. Ну, вот это не надо, разве взять? Да. Ctrl-C, Ctrl-V, Maximum Edition. Даже не знаю, нахуй я сюда иду. Пайду, у ми ну на иду. Пайду. Пайду. жесть какая все болит кровоточит порой хочется себе вены перегрызть и завершить эти страдания но я стараюсь держаться авось и повезет поговаривают кто-то на последней стадии неожиданно вылечивается что-то переключается в организме он сам начинает с недугом бороться главное духом не падать но я надеюсь ты не упал умер умер бодрым дай мы сфоткаем этого храбреца снова эта книга снова нихера тут больше нету в игре просто началась какая-то откровенная откровенная и самое главное бессмысленная чернуха просто никакой морали никакого смысла намека ни на что нет просто кучи трупов гениальная игра от мыслителя сергея носкова не правда ли но главное то что мы знаем что главное что он делал игру 1 интересно сколько у меня кадров 24 или 32 до по столько по моему пленка продавалась кадров или 36 по моему еще было для буржуев вообще для полных почему это комната красная вот тут наверно надо включить принести сюда аккумулятор и включить зачем да хер его знает но тут в этой комнате блять лагать начало реально fps 3 30 fps ебать комната на cry engine 4 наверно сделал пиздец просто просто тупик и я нигде не видел аккумулятора можно впереди где-то в такой темноте блять он может просто в уголке где-нибудь стоять его никто никогда в этой игре не найдет если он не общается с разрабом а чё очередная мудрая граффити народ власть власть сидит на жопе у народа божественно глубокий смысл конечно теперь главный герой даже ручку дверную не дергает двери нарисовали активно ее не сделали сейчас будет прикольно если аккумулятор найду где-нибудь в конце мне предложат сбегать самое начало что встал-то шухер пригнись у нас компания давай быстро в тот зал пока не засекли кто приехал кто-то видать проектор мы не посмотрим интересно кто это такие и хрена ли им тут надо это динамит или шашка световая да чем где это не игра все две двери заперты как счет и взял то да ты ванга настоящая смарик действительно заперты походу все даже не знаю стоит ли сомневаться в этом пророке там сзади стучатся секретная ветка метро пиздец точно метро 2033 зачем по саре по шаре чё ты сам то не хочешь пошарить по помещениям гвоздодер куда-то пропал блять а почему эти типы сразу пошли в эту дверь я так понял они нас не увидели вроде как дело дело ключик я нашел а аптечка потому что патроны где-то пистолета есть шутер начнется они там вам топором уже двери рубят нет серега все твердит на смотрит на дверь лифта и твердит что где-то здесь должен быть источник питания ну и чё тут не заминировали блять по привычке где-то должен быть автономный источник питания автономный отлично типа на бензине лифт работает что не банус да и никто не знает что тут какая-то секретная ветка метро и никто не попытался пройти в этот лифт правильно зачем да им даже не жалко потратить на нас гранату быстро так мы и так в лифт зашли вообще-то перед этим что лифт то поехал что лифт то поехал хоть нахуй нам сейчас разделяться я вообще не понял какой смысл так куда он там сказал идти на право потом в левый перегон вроде еб ты бля так ну здесь просто благодатная почва для скримеров по моему для дичайших нет здесь блять благодатная почва для загрузки как же дергана мать его записывается эта игра это просто печаль вот она ее реально колбасит во время записи я не знаю что с этим делать в 60 фпсах тут просто нечего писать тут нет какой-то феноменальной графики или моушена какого-нибудь блять нормального тут просто нехуй любоваться не на что поэтому я ее пишу в 30 зато там монтажик у меня нет нет появляется какой-то просто потому что рендер в 60 ну я уже повторял блять что рендер 60 фпс надо иметь второй компьютер блин меня к сожалению пока что не спонсирует ни одна компания по производству железо блять вот вот прям здесь вот нужен гвоздодер я вижу у него нету гвоздодер гвоздодер в этой игре к сожалению оказался одноразовой приблудой ух ты открылась а здесь кровати кто тут блять отдыхал водители метро опять дело дело события и факты что дальше в стране объявлено чрезвычайное положение по последним заявлениям официальных структур смертность от новой и ранее не изученной лихорадки составил уже порядка 40 процентов населения аналогичная ситуация наблюдается в других странах с прошлой недели информации от властей не поступало в народе что все высшие чины уже давно эквагулировались вместе со своими семьями на тот свет шутеха со своими семьями в более отдаленные от очагов заражения зоны в связи со сложившейся ситуации контроль за порядком в городах слабеет акты вандализма грабежей и убийств взросли в несколько десятков раз и акции протеста демонстрации только провоцируют распространение инфекции мир волков условия кризиса ритейлеры повышают цены на 200 40 процентов похоже что в этой истории человек человеку волк и если вы слабы но еще живы вас добьют и отнимут последнее ради обогащения и спасения собственной шкуры событий факт техника безопасности прежде всего ну извини сергей носков блять слишком мелкий шрифт просто невозможно что там регулярно проходить профилактическое обследование ну короче пошел в баню котировки валют бакс 250 евро 300 нефть 330 ну да еще нефть подпрыгнула непонятно ну это собственно цены доллара вот такие еще полгода назад не казались бы какой-то фантастикой мне кажется все и так верили что цена примерно такой будет не знаю зачем тут фотка метро я помню подзастрял немножко а вот и карта но я не знаю откуда я пришел поэтому она мне вообще бесполезно и даже фоткать не буду по-прежнему тьма дикая ничего не видно закрыто это наш спутник предупреждал что он будет так по моему это лампочка ебаная вот я мудак откуда тут свет непонятно вообще на перегоне он сказал ходить влево окей идем влево там тупик впереди вроде как ну шкафы блять не открываются это и так понятно что то нужно что то нужно что то нужного то тут есть хоть что нибудь лежит непонятно да гонок прямо от идет за юах он ёпты бля чё это было шестизначный код на самом деле такие кодовые замки всегда были на три цифры закодированы но чтобы не было возможности угадать здесь добавили цифр блять я с таким звуком в воду наступил может закодировано на курс валют как будто мозг плавится надо убираться отсюда значит туда идти нельзя значит а где в той комнате осталось подсказанька видимо это еще какой то кабинет фонарик опять нихуя уже не светит ну и нахер мне эта инструкция вообще нахрен не вперлась так не видно и так не видно блять ну комон это же целая банка опять фотка с начала строительства метрополитена судя по всему гуглизы которые серега и главный герой не хочет брать непонятно почему а нет смотрите убирается только верхняя часть кровоподтеков в результате потребления варенья и консервов джиг 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 он не берет потому что у него уже есть протвишок кто-то заныкал машинист побухивал и эту консерву он не берет он ничего не берет ему ничуть не надо почему тут так много шконок я не понимаю а нельзя открыть зачем он подымает этот ящик аптечка зачем-то кстати мне уже две хилки все почти почти здоров так надо же плен найти код код от двери а здесь только ящик можно поднять непонятно блять зачем еще и что открывает это что это херота делает непонятно вентиль который просто вообще не знаю где-то воду закрыл наверно так как где этот ящик может ящиком на дверь какой-нибудь подпереть и не знаю а наверное ящик нужно чтобы ту заначку блять спиртовую блять микрофон чтобы заначку достать наверное и что мне синька это ящик аптечки как можно блять его положить то и оптимать упади упади бог есть упади так для тех кто в теме типа он может по нему топором нет пиздец может под углом тогда и по ящику надо бить как тут все блять работает классно вообще ну один чайк дел да типа чё чё поделать grand old падал никогда такого не пил чё ну а тут листочек блять который вообще не видно 22154 все понятно дима мне дали больничный на неделю так что ближайшее время ебись один как хочешь понимаю на 5 день работы это нелегко но ничего не поделаешь не забывай следить за показаниями проверяй рубильники перед степанычем особо не светись чуть не забыл отвези в кладовку баллон из 17 отсека его заправить все кто сейчас оставляет 2154 на всякий случай оставляю здесь позвонить только в колокол видимо в это время да можно было 2154 алё 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 милиция так никого с фонариком тут нет 2154 говорите 2154 2154 не понял а следующий 2154 свайцы хван так 2154 вот этот код 2154 самый распространенный в 90 был на всех кодовых замках была вот эта залупа именно вот если вы отмотаете назад именно первым делом я этот код и проверил думаю ну вдруг отсылка хуй его знает ну и четверочка видите добавили как бы но я сказал чтобы наугад не подобрали как бы халявщик всякий ставь лайк если у тебя блять был этот код нахрен на двери вот этот угловой одним нажатием три кнопки просто нажимались а еще не на некоторых дерьмовых кодовых замках можно было просто с ноги уебать посильнее и нужные кнопки автоматом нажимались никуда туда или туда тупик а то учу чё за хуйня опять опять его уровень кончился что да это даст из заставки да сестру шин рашин г г г г г г г как сказать да со страшен мувис ну чё покрути ему что там не знаю помахай он уже близко кстати подошел можно было издалека помахать как анжелина джоли в этом фильме как там нахуй ты орешь ты ему опа и побежали ну давай блять слева дверь ты тупой что ли я твой друг дом труба теребил блять тряс еблан какой-то блять так они так же откроют они чё тупые что ли блять или или немощные не могут покрутить эту хуйню еще кто или что но вряд ли ультрафиолетовый блять фонарик они чё за мной не пошли стучатся там рахитозные не могут блять покрутить а о и чё нахер тут ультрафиолетовый фонарик блять вы понимаете что это могла быть игра первый русский хоррор пропан заполненный как как гласило сообщение это мог быть первый русский хоррор но вместо этого да ты ладно ты чё гонишь значок халфы и что там да нихуя там нету отцы даст из-то отсылки саундтрек конечно от бога тут от одной музыки можно обделаться не слабо так что это у нас начало строительства какого то дома похожего на на какой-то не и наверное ну или на гостиницу вон кондеи сверху висят рядочкам аптечек тут просто до жопы валяется тут можно сифилис вылечить мне кажется блять саундтрек вообще какой-то психопат писал чуть за крестики меня до нолики искатель еще где инструкция то как чё делать ну конечно блять топор нужен не для этого для чего щит такое как же нарисовать вы здесь а вот он я здесь а там где был были крестики на стене это была тупиковая комната вот этот коридор на выход тут газ или пар это не тот ли вентиль блять открыл эту залупу который я там покрутил постоял ничего какого хуя баночка выкатилась не было же тут никого в палате-то царской ни одной подсказки тут нету естественно само собой собой самой на потолке чё на него не бьет то блять вот он и пар теперь там можно пройти на меня обожгло да или нет хер чё поймешь вообще пиздец ничего не видно бля я я осветляю видео при рендере видит видит зритель что я стараюсь но блять это хуя светишь даже я ничего нихера не вижу просто имейте ввиду что это не я так не от меня зависит в общем то грёбаный ультрафиолетовый блядский фонарь ну как вы видите с этим дела блять обстоят вообще ни разу не лучше батарейков нету батарейки внезапно стали самым ценным ресурсом там кто-то идет слева по моему и просто звук в левый наушник поступает ну скример камон ну скример ну что ж такое то 72 дробь 157 это интересно что такое охуяна но увидите да что просто нихера не видно еще продолжаем поворачивать без разбора все вентили одни хуй ничего не работало но теперь он заработала плотик как на нем гребсти может он сам меня плавать главный герой а умеет вези меня мой плот скорей куда уж без заставки то чё и чё здесь работает а просто блять жмешь он метро 2033 там нет там такого конечно плата не было кто вообще сколотила за каким хером тут плавал блять сантехники что чё вот просто монотонно плыть да вы блять чё прикалываетесь но если мы дрезине 10 минут просто ехали почему 10 минут на плоту просто не поплавать интересно где серёга чем сейчас делает который раз убеждаюсь что в экстремальной ситуации самый дерьмовый план это разделиться просто говно полно худшее что можно сделать но всегда режиссеры сценаристы и прочие нехорошие люди находят повод что главное героя сука разделить в этом всегда оказывается какая-то блять острая необходимость мы друг друга заебали чувак давай разделимся как он такая тут просто бомбоубежище какое-то я понял эта игра просто пытается поразить нас своим широким спектром разных возможностей вот можно даже на плотике поплавать в начале я не поверил бы что здесь можно что-то кроме ходить оказывается вон как и над резине на плотике и банически интересное плавание вышло считаю да согласись согласитесь что это была лучшая часть игры батареечки хер их тут увидишь но они тут как бы есть он они она я не знаю насколько ярко сейчас светит мой фонарь вроде вроде пока видно приберечь батарейки или сейчас их инсталлирует да нужно дольше подымать дверь что время геймплея замечательно в моей жизни это когда лучшее время моей жизни это когда я крутил блять этот руль так ну давайте поставим то что реально заебал ничего не видно стало ну получше на сантиметр дальше видеть стал тоже достойно еще две филочки у него что сейчас будет какой-то безумно сложный квест в а.д. модель чуть такое тут эта хрень блять токарный станок что похоже да это ну какая-то вариация на тему токарного станка так хочу и должен выпилить какую деталь наверное надо впереди посмотреть заготовка то 1 хочу сказать что когда у нас было упк в школе старшем классе я как раз попал блять в токарный отряд не то чтобы мы там что-то выточили уже несколько дней не могу выбраться из этих туннелей хрен его знает вообще что за ходы не думал что в этих районах вообще что-то подобное имеется попал сюда случайно собаки загнали в лесу злобные зверюги на обрел на винт шахту открытую и внизу решил укрываться укрыться дверь закрыл за собой открыть уже не смог никаких карт или схем найти внутри не удалось иду вслепую почти переночусь пока здесь а завтра двинусь дальше хорошо хоть автомат собой прихватил какой-то ебанте и с автоматом ходит в темноте может моего труп найдем с автоматом нигде растяжки тут не оставил ну да поскольку главный герой сам-то не токарь было бы глупо давать ему задание по производству каких-то деталей поэтому надо просто вытащить палочку здесь с на тоже тупик а где же этот чел который тут переночевал с автоматом куда он делся не на него там не насрать не автомат нужен здесь чудо но здесь есть свет ну давай это очередная но отечественный хоррор короче на но не хоррор отечественная игра подражает вот этим западным всяким сомам там впрочем таким проектом от начинающего дна да он нас тачивает ну тут знаете долго надо так точить да это не алмазный резец я вообще не знаю чем она точно сергей носков вообще токарный станок своей жизни видел хоть чуть такое очень за залупа шлифовальный какой-то что ли там вообще есть его маркировка надо посмотреть в интернете что это такое за залупа может это на таком токарь-расточник работает не знаю есть шанс испортить последнюю детальку ну все наверно да просто точить ее точи ее до предела да и все ничего вообще никакую за загадку не вложили в этот процесс к моему сожалению ну потому что ну хоть чем-то надо насыщать игровой геймплей сделали бы что-то типа пенумбры пенумбре это хоть там на 2 мозгами немножко пошевелить а здесь просто и вот это сильно похоже на то что я только что взял с этого станка по моему вообще ни разу нужно что-то покрепче хуёк свой туда вставь то есть тут блять как я в должен вытащить нужную хрень если размеры абсолютно не соблюдаются ни один к одному они одним хуй знает чему вот он где-то взял готовую деталь еще одну из воздуха материализовал вот лень было делать до чтобы вот она вот здесь стояла там вот настолько сточить попробуем это невозможно сделать на глаз потому что ну я уже сказал почему даже что размеры тут какие-то блять совсем другие визуально я так понимаю что палка не может стать в каком-то месте уже чем она была в начале или может а пойдет наверно не знаю в темноте побегу потому что последние батарейки но все тютелька в тютельку прям вот отсюда должны были повалить зомбари просто обязаны были ночью вся оставшаяся часть игры по ходу пройдет блять не знаю записалась ли или нет то что сейчас говорил но я выдвинул версию что все все оставшаяся часть игры и жизни героя пройдет в этом гребаном туннеле я понимаю что больше мне ультрафиолетовый фонарь не понадобится да но просто с ним реально немного лучше видно по моему и чё а а вот и чел с автоматом помер здесь ну все петрович прилип ты стреляйся в башку как на и сделал этот тип который у которого мозгов не хватило поставить одну бочку на другую не забраться вот туда повыше оттуда еще куда-нибудь запрыгнуть проще сдохнуть конечно бедя видать и жизнью и жить ты не очень-то хотелось собаки что они то блять сюда как спустились боже мой ну что ж будет чё пожрать да сфотка их пиздец анимация конечно мое почтение сергею носкову это лучшее что я видел в своей жизни даже не важно даже один человек мог сделать лучше если бы постарался но просто похуй было понимаете может нам вообще не делать этот момент тогда нахер нужен позор какой-то блять каждая собака выдерживает блять какое-то нереальное количество попаданий ну почему блять он не лезет по этой лестнице но хоть кто-нибудь объясните мне наверное надо убить собак обязательным образом нет я просто блять не понимает и это конечно же потрясающие игры ведь ее делал один человек больше больше человека не смогло бы сделать блять такой отборный трэш вообще важно куда-то и стреляешь я прохаю про хэдшоды блять сергея не слышал по мне когда что лучше топор или нож сколько надо ударов чтобы убить собаку блять топором последняя собака пала вместе с моей последней аптечкой и а вот еще одна здесь у этого мудня который сдох не успевшим не успех то я также филиш филишным похиляться как я ему отожрали ногу и вы подрошли кишечник но теперь я так понимаю что главный герой все-таки залезет по этой лестнице потому что больше что делать просто нихуя ну давай надо теперь лестница стала активной вот именно после вот этого потрясающего файтинга который блять полностью подорвал запас моих хилок и жрачек ёб твою мать шедевр походка командос да здесь абсолютно рашен хиро непонятно чё там дымится правда вот нихуя не понимаю чё за дым чё за пар что это блять вообще я так понимаю что это просто один единственный визуальный эффект который освоил сергей носков он его лепит теперь везде где только может ночью блять по туман днем это дым хуй знает что это главное чтобы дымилась на чтоб какая-то хоть анимация у картинки была ну он хоть в этом же городе то вылезет или что flashback я не знаю где такая станция метро но точно не в питере матросы бабы какие-то наверно москва какая площадь революции чё там какая краснооктябрьская не знаешь что такое наверняка на какой-то такое название вот и или какая-то секретная станция метро 2 партизаны какие-то пограничники чего на даст и страшен глюкиш а он два рожка автомата лежат сейчас походу будем статуи расстреливать даст и страшен лэйр софир даст и статуи с 2 не статуи с 3 я я большевистский приход матрос железняк вот он ебать чё происходит боже мой чё происходит в голове у сергей носкова что за не ну челка ладно всегда пожалуйста как говорится ай блять ну хорош ну затянул ты уже слышишь мы поняли что все статуи оживут блять хорош ой страшно так это медный медный всадник хорошо не прискакал ну что ж аптечек нет ни хуяшечки нет и разбираться с этим всем мы будем в следующей серии а ура товарищи пишите жмите вас слава коммунизма подъем ягод а Продолжение следует...